Продолжение следует... 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 Если мы берем какие-то фундаментальные вещи, то более-менее ясно, что такое вред и польза. И вообще говоря, вред и польза как раз являются объективными характеристиками самой реальности, поскольку на самом деле они касаются нас, нашей материальности, нашего тела и прочего. И поэтому, когда мы говорим о добре и зле во взаимоотношении людей, то именно мы опираемся на эти реалии вреда и пользы. И говорим о том, что если я имею намерение причинить кому-то пользу, то есть если у меня есть намерение доставить кому-то пользу, то это добро с моей стороны. А если у меня есть намерение причинить кому-то вред, то это зло с моей стороны. Причем я же, когда пытаюсь причинить или добро, или зло, я понимаю, что является для другого человека вредом, что является для него пользой, поскольку мы все люди, и мы примерно понимаем, на самом деле, в чём состоит сфера вреда, и в чём состоит действие пользы. Вот если теперь работать с этими определениями, то можно попытаться дальше поставить проблему этики, поскольку этика базируется на понимании добра и зла. И вот, работая с этими определениями, можно попытаться увидеть ещё другие проблемы. Проблемы того, как наше понимание добра и зла может быть реализовано в самом мире. Через понятие пользы и вреда. Через понятие пользы и вреда. Дело в том, что на самом деле, если у меня есть намерение кому-то осуществить какую-то пользу, то ведь совершенно не значит, на самом деле, что осуществляя это намерение, я реально принесу этому другому, пользу. Есть много факторов, этому мешающих. Например, я могу не знать каких-то обстоятельств, могут измениться какие-то условия, когда я буду осуществлять этот пользу, но мир немного изменится. Могут возникнуть какие-то новые обстоятельства. В общем, поскольку между намерением что-то осуществить и его реализацией лежит достаточно длинный промежуток времени, то он может вклиниться и помешать осуществлению моего намерения. И получается, что хотя моё намерение будет добрым, хотя я буду стремиться доставить кому-то пользу, то тем не менее в итоге окажется, что я причинил вред. Ну и вред, или вообще оказал некое нейтральное действие. Это в лучшем случае. Но могу даже и причинить вред. То есть, не исходя из того, что моё намерение было добрым, никак не следует, что его реализация обязательно будет в пользу. Его реализация может быть вредована. Вот это и есть проблема как бы этики. Проблема, связанная с реализацией добра. И наоборот может ведь случиться. Я могу быть сколько угодно злым, я могу сколько угодно желать другому человеку вреда, но при осуществлении этого вреда могу случайно принести ему пользу. Какая-то самая версия, я часть той силы, что вечно хочет зла, но причиняет... Но причиняет благо, да. Мефистофель говорит. Да, да, да. То есть, на самом деле, вот есть некоторый разрыв между намерениями и реализацией. И в случае зла, на самом деле, когда человек пытается осуществить зло, нам этот случай не так интересен, да. Потому что здесь нет симметрии, да. Потому что... Да, вообще, сам факт, что ты хочешь причинить другому человеку пользу, это уже в некотором смысле реализация этики в мире. Вопрос только в том, в практической реализации. То есть, как на практике это реализовать. Вот в чем вся трудность. Ну, вот я просто хотел эту проблему заострить больше. Ты как бы пытаешься абстрактно к вопросу выдать? Я хотел больше заострить. Тут следующая его рода проблема. Смотри, когда человек хочет в намерении причинить зло, то одного намерения для причинения зла достаточно. На самом деле, злой воли, да, то есть воли, которая стремится причинить зло, несущественно, на самом деле, реально, причинит он зло или нет. Потому что само намерение злое остается, в самом намерении причинить кому-то вред, остается зло, безотносительно последствий. Последствия для этого несущественны. То есть, зло остается злом, да, независимо от реализации этого зла. Потому что оно пытается ограничить свободу другого человека? Дело не в этом, потому что мы относимся несимметрично к добру и злу. А вот когда мы говорим о добре, то это существенно, на самом деле. Когда я стремлюсь намерений кому-то доставить пользу, а в итоге причиняя вред, этот вопрос существенен. Потому что в итоге моё доброе намерение оказывается неосуществлённым. То есть для добра, поскольку мы воспринимаем добро и зло несимметрично, существенно осуществление, да, реализация добра, для зла несущественно. Почему для зла несущественно? Потому что достаточно одного намерения, чтобы зло осуществилось. То есть зло для нас в нашем, как бы так сказать, оценке зла, достаточно только злого намерения, безотносительно осуществления. Уже злое намерение для нас достаточно, чтобы оценить эту волю как злую волю, да. А добрую волю мы не можем оценить, исходя только из намерения. Нам для того, чтобы оценить намерение, необходима и реализация этого намерения. Мы требуем в этике реализации доброй воли. Ведь иначе как получается? Иначе получается, что может быть некая формальная воля, которая в намерении всегда будет доброй, а в реализации это всегда будет приводить к никаким последствиям, а то и к вреду. Зачем нужна такая добрая воля, такая формальная воля, которой совершенно наплевать на реализацию? Поэтому с точки зрения реализации существенна только оценка добра. То есть добро должно быть реализуемо. А то, что зло не может себя реализовать, это нам несущественно, потому что зло уже в намерении нами оценивается как зло. Реализуется ли оно как зло или нет? Даже если зло реализуется в итоге как добро, все равно оно в намерении было злом, и поэтому это добро оказывается просто случайностью, некое стечение обстоятельств. То есть зло мы оцениваем, иначе говоря, если теперь резюмировать, по намерениям, а добро мы оцениваем не только по намерению, на существенные реализации его в реальности. Потому что мы можем, конечно, верить в то, что человек, совершивший нам вред, намерение у него было доброе. Мы можем в это верить. Но как-то мы понимаем, на самом деле, что этого недостаточно. Недостаточно иметь только намерение быть добрым. Ну, тут пример, например, простой. Например, человек хочет оказать милостыню, да, и совершает её так, что тот, кому оказывают милостыню, ну, допустим, там, с ним что-то происходит. Допустим, его из-за этих денег убивают, там, или там, или он на эти деньги, там, допустим, напивается, там, или ещё что-то с ним происходит, да, то есть милостынь идёт во вред. А не получается ли так, что вред происходит из-за того, что та воля второго субъекта в реализации этого намерения причиняет себе вред. То есть намерение это у нас было доброе, добра, принести пользу, и мы её реализовали со своей стороны. А дальше уже начинается поле деятельности той свободы, к которой мы... Логично. То есть ты говоришь о том, что наша ответственность по отношению к реализации этого добра имеет границы. То есть когда я своё намерение вкладываю, допустим, даю милостыню, то моё намерение воплощается в действие дачи денег, а дальше уже действует ответственность того, кто получает деньги. И если он свою свободу, то есть эти деньги использует не во благо себе, а во вред, то это уже его проблема. То есть здесь разграниченная ответственность. На самом деле, действительно, именно так вот в данном случае в милостыне проблема и решается. Именно в данном случае. Но вообще, говорят, могут быть много случаев, когда вот таким простым разграничением ответственности вопрос не решит. Потому что дело в том, что человек, который пытается осуществить добро, допустим, считает, что для другого человека добро сидеть на цепи. Понимаешь? Он считает, что вот какого-то конкретного человека надо посадить на цепь, что это для него добро. А тот, естественно, которого хотят посадить на цепь, так не считает. Понимаешь? Он считает, что как бы вот ограничение его свободы, да это зло. То есть на самом деле могут войти в противоречие два намерения. Намерение как бы одного, который хочет причинить добро, и намерение другого, по отношению к которому это добро... который не может реализовать свою свободу. Например, я веду речь о наркомане, допустим. То есть одно дело наркомана посадить на цепь, чтобы он осиделся и как бы перестал, ну как бы освободился от зависимости, да, но наркоман не считает, что, допустим, не считает, что это правильно. То есть, с одной стороны, есть добрая воля помочь наркоману, но сам наркоман не хочет себе помочь. То есть для самого наркомана он воспринимает это как зло. То есть тем самым мы нарушаем свободу другого человека, нарушаем, вторгаемся в его свободу. Так любое добро вторгается в свободу. То есть это состоит в проблеме. Нет, а ты даешь милость, но ты не вторгаешься в свободу. Ты дал, а дальше он сам использует свою свободу. Да, вообще согласен. То есть милость, то не получается тогда. Но часто добро же, оно хочет быть активным. Понимаешь, если бы добро было бы пассивным, то есть, ну это был бы нонсенс как-то. Что значит, что пассивное добро? Это что такое? Можно сказать, что ты как субъект совершил, с твоей точки зрения, добро, реализовал его в мире в виде какого-то действия. А дальше уже действует свобода других субъектов. Принять или не принять. Или как-то отреагировать на твое действие. Ну часто, да. Но есть такая... Но все-таки добро... Недостаточно добро, мне кажется, рассматривать с позиции пассивности. Недостаточно, чтобы добро было просто... Если я не делаю никакого зла, то это добро. Вот так вот говорить нельзя, мне кажется. Нельзя рассматривать добро как просто бездействие. То есть, добро должно быть активным. Мы же вот как бы сошлись на том, что если мы считаем... Добро тебя будет реализовать. Да, что если мы считаем... То ты реализовываешь. Ты намерение свое добра... Добро будет активным. ...реализовываешь его пользой. Я так сказать, делая пользу с твоей точки зрения. Да. Делаешь такую пользу. А вот воспользоваться твоей пользой другим субъектом... Другие субъекты, другие воли... Они либо пользуются им, либо не пользуются. То есть, они проявляются... Ты не можешь... Получается, что добро... Это то, что не ограничивает свободу другого человека. Но это не всегда так просто. Я хотел сказать, что когда ты активен... Не всегда так получается, что ты можешь соблюсти свободу другого. Не всегда так получается. Потому что то состояние, в котором находится другой, Сейчас-то на самом деле является зависимостью от мира. Да, от своих... От его страстей каких-то, от его привязанностей. Если ты не... Но это его право. Он такой же, как ты. Это его право. Он так распорядился своей свободой. И так построил свои взаимоотношения с миром. Вот смотри, я не даром сказал слова про формальную и неформальную этику. А как раз формальная этика настаивает на том, Что каждый человек в свободе, независимо от того, на самом деле, Как бы находится... Убийца, наркоман... Да, наркоман. Находится ли он в зависимости какой-то там, Или он там, допустим, является... Находится там в какой-то иллюзии, или в чём-то другом. Это... Каждый человек является некоторой рода свободой, И мы не имеем права вторгаться в чужую свободу. Ну, за исключением случаев, когда та чужая свобода просто просит нас вторгнуться. Бывает такой случай, когда человек просит нас ограничить ему свободу. Такое тоже бывает. Но если мы говорим вот как бы по активизме некому, Мы хотим помочь некому человеку, Которого мы считаем, что попал в какую-то там неприятную ситуацию, То это формально этика говорит, Что ты не имеешь права вторгаться в его свободу, Как бы ему плохо не было. Понимаешь, что у него есть одна свобода, Есть твоя свобода, Вы можете встретиться где-то на границе. И если как бы он этого не желает, То ты никаким образом ему помочь не можешь. Ну да. Это одно. Один разговор. Но этот разговор, он формальный. Почему он формальный? Это как... Это своего рода разговор о запретах. Вот как вот есть, допустим, Есть юридические законы, Которые при правильном их формулировке, Они говорят о том, что запрещено. То есть разрешено все, что не запрещено. На самом деле, вот в запретах Ты можешь совершать все, что угодно, Лишь ты просто не имеешь права Делать запрещенное. Также и здесь, когда... Причем, когда ты... Тут в чем-то смысле, Весь мысль-то в чем состоит, Что ты можешь, в принципе, Просто лежать на кровати, Но тем не менее, Ты этим самым, своей полежкой, Осуществляешь такие запреты, Как не уби, не укради и прочее. То есть ты ничего не делаешь, Ты просто пассивен. Но тем не менее, Своей пассивностью ты осуществляешь Кучу каких-то запретов. Которые там, Не уби, не укради, не прелюбодись. Ты просто лежишь на кровати, Вообще ничего не, просто спишь. И тем не менее, Все эти запреты осуществляешь. Просто по факту, Для того, чтобы осуществить запрет, Не надо ничего делать. Это по пассивности. Также формальная этика, Формальная этика именно основывается На таком запрете, На таких запретах. Она говорит о том, И так формулируется, Что ты ничего не делая, Просто находясь в некой пассивности, Осуществляешь эту формальную этику. Может быть наоборот, Когда ты лежишь и так далее, Ты как раз наоборот реализуешь Не уби, не так далее. Я не говорю, что реализуешь. А когда ты реализуешь, не уби, То есть ты свят, Когда ты ничего не делаешь. А любое твое действие Всегда можно истолковать Как нарушение каких-то этических законов. Да ну как? Ну а как угодно. То есть ты что-то делаешь, Всегда можно найти такого человека, Для которого твое действие Будет нарушением его свободы. Да нет. Ну зачем? Ну ты как бы уже совсем... Ну как раз наоборот, Для действия можно всегда найти оправдание. Не оправдание, Для действия... Потому что она реализуется. Ну что реализуется? Ну ты сидишь, говоришь, Какую свободу ты ограничиваешь. Ходишь туда-сюда, На машине ездишь. Какую свободу кого ты ограничиваешь? Ну если я езжу на машине, То я занимаю место, пространство. Я выхлопаю. Ну подожди. Соответственно я нарушаю какую-то свободу. А если ничего не делать? Ну и ты нарушал бы свободу Только в том случае, Если бы ты был бы нулем изначально. И твоя сфера свободы была нулем. Но твоя сфера свободы не нуль, И поэтому на самом деле ты не нарушаешь Нечью свободу. Потому что и ты, Изначально у тебя же есть какая-то сфера Действий возможных. В том числе занять такое-то место, Пройти здесь, проехать там. То есть оно приносит тебе по праву рождения? Нет, оно приносит по праву... По праву некой договорённости. То есть вы договариваетесь о том, Что на самом деле Какие-то действия в этом мире Возможны. Если они как бы Симметричны. То есть не только ты можешь это... Не ты же не приватизировал это место. Не только ты его можешь занять. Можешь занять другое. Действия симметричны. Не только ты здесь можешь проехать, Можешь проехать другое. Не только ты можешь проехать здесь, Можешь пройти другое. Тогда принцип этики, что делая добро или пользу принося, ты должен либо предполагать, что в ответ другой человек имеет право делать те же действия, или так же, и не факт, что эти действия будут в итоге пользой или вредом. Золотое правило о чём звучит? Ну и так и звучит, что поступая по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы другой поступил по отношению к тебе. Это да, но это не означает, что эти действия будут в пользу или вредом. То есть одно и то же действие в отношении туда или обратно может быть разные последствия. Не надо всё в одну кучу-то валить. Есть действия нейтральные. Ни пользы, ни вред. Ты ходишь, спишь, кушаешь. Какой это к пользе и вред? По отношению к кому? То, что раньше, как мы говорили, добре и зле, и всё разбивалось по линии добра и зла, это один разговор был. А теперь у тебя всё по линии пользы и вреда разделяется? Точно так же нет. Польза и вред – это проявление нашего желания делать добро. Но если нейтрально ни пользы, ни вред. Стол стоит, кот ходит, лампа горит. Нет, этот мир существует сам по себе. Я имею в виду, что когда ты хочешь делать добро, твоя реализация делания добра превращается в пользу или вред в мире. Да. Пользу или вред? Соответственно, когда что-то реализуешь, это либо польза, либо вред. Но если нет, то ты должен предполагать, что другой человек, тоже реализуя своё право или свободу делать добро, так же будет либо польза или вред. И, по большому счёту, одно и то же действие, оно может быть неадекватно в одну и другую сторону. То есть, делая добро, а в мире реализуя её в качестве пользы для другого человека, то другой человек, делая то же самое добро, может в мире реализовать вред. То есть, одно и то же действие, оно не всегда одинаково в смысле реализации. Не всегда так, потому что мир меняется, и ситуации разные. В одной ситуации надо поступить так, а в другой ситуации, что-то изменилось, какое-то обстоятельство, условие, надо поступать иначе. То есть, состоит проблема, что при реализации требуется знать конкретно многообразных условий, что недостаточно знать просто принцип. А можем ли мы знать все условия? Все условия мы знать не можем. Поэтому и получается, что всё, что мы можем делать, это просто реализовывать своё понимание добра. Своё понимание добра просто реализовывать. И дальше, можно сказать, мир будет сам разбираться, как получится. Ну, всё было бы так, конечно, и так. Но на самом деле здесь и другая проблема есть. У нас есть та или иная степень реализации. Нет, реализации. Ты можешь подойти к делу наплевательски, просто принцип осуществляй, и всё. И считай, что если ты, например, принцип какой-то осуществляешь – не убить, то тебе наплевать, что кругом людей убивают и так далее. Ты не убиваешь, а ты принцип осуществляешь, ты находишься в морали. Ну, точнее, например, христианка, ну, не христиан, а вот этих самых. Не важно, откуда пришли деньги в храм – от бандитов или от благотворителей и так далее. Главное, что эти деньги пошли на помощь бедным. Я-то не знаю. И как этот пример объясняется? Ну, получается, что деньги добыты неправедным путём. И что? Тем не менее, грубо говоря, для благотворительного фонда не имеет значения, как пришли деньги. Откуда пришли? Главное, что они пошли на пользу остальным. То есть, с одной стороны, они пришли от вреда, но пошли на пользу. Ты сейчас, как бы, с пользой и вредом всё запутаешь. Ужас какой-то. Нет, ну, Володь, понимаешь, суть вопроса всегда во всех определениях состоит не в том, чтобы во что бы ни стало дать какое-то определение. А суть вопроса состоит в том, чтобы прояснить, что такое добро и зло. Если у нас запутанность с вопросом о пользе и вреде будет такая же, как раз со разговором о добре и зле, тогда определение добра и зла никакого смысла-то не имеет. Ну, понятие добра и зла, оно в человеке внутри. И в мире нет добра и зла. То есть, есть понятие добро и зло в человеке. Когда оно реализуется в мир, оно превращается в пользу вред. Ещё раз. В мире существует польза и вред. Да. Они становятся добрым и злом в зависимости от нашего намерения. То есть, только наше намерение придает пользу и вреда, который в мире. Это статус добра и зла. Или наоборот? Только наше намерение. Иначе говоря, в мире мы оперируем пользой и вредом. Да. И всегда в мире существует только польза и вред. И сколько бы мы ни делали, всё будет только пользой и вреда. Но для нас эти пользы и вред иногда имеют характеристику добра и зла в зависимости от нашего намерения. Если есть причинение некоторой пользы, есть моё намерение эту пользу осуществить, то эта польза, которую я хочу осуществить, имеет измерение добра. Точно так же, если есть, наоборот, намерение причинить зло, причинить вред, то тогда этот вред становится злом. Но сам по себе он вред. И если, допустим, кто-то хочет причинить мне зло и против меня совершает какой-то вред, я могу не увидеть, что это зло. Потому что я могу не знать, что это намерение. Я могу воспринять это как стечение обстоятельств, как какой-то ураган. Ураган прилетает, допустим, ураган это вред, портит мою машину, портит жилище. Но это же не зло, это некого рода вред, стечение обстоятельств. Мне не повезло. Но нет тут никакого чужого намерения. Нет намерения, такого намерения не было, чтобы ураган прилетел, чтобы какой-то мне вред причинил. Но, с другой стороны, кто-то гвоздём прочертил по машине, или кто-то там продырял мне колесо. Я могу усматривать в этом зло, чьё-то намерение. А могу поднестись к этому как просто, условно говоря, стечение обстоятельств. Мало ли что случилось так. Могу гвоздём, я мог продырять где-то на дороге, и поцарапаться, тоже мог случайно где-то задеть какую-нибудь железяку. То есть, на самом деле, оценить, является ли последствием некого вреда, имеют ли они намерение или нет, мне иногда сложно. И поэтому я не могу понять, на самом деле, вред, который мне причинен, он злой или нет. То есть, проблема именно такова. Иногда я знаю, допустим, когда какой-то человек, допустим, хочет причинить мне вред и заявляет о своих намерениях. Я тебя убью, я тебя побью, я тебе сожгу машину или что-нибудь в этом роде. Он явно заявляет, что он хочет причинить мне вред, и тем самым я понимаю, что он хочет причинить мне зло. То есть, зло и добро – это всегда действие некой воли. Никаких-то стихийных бесей, случайностей. Бывает как, например, лотерея. Я раз, из лотереи выиграл кучу денег. Так вот эти кучи денег – это не добро. Это просто удача, это некая польза, но она не имеет характеристики добра. Она не обусловлена волей. Да, потому что волей не обусловлена. Точно так же, когда я случайно что-то потеряю, условно говоря, просто выронил по рассеянности. Это никакое не зло, это, конечно, мне вред. Я потерял, допустим, кошелёк, потерял деньги, ключи и прочее. Но это не зло, это некий вред, ну, совершился. Воли в этом не было. Другое дело, что если вор украл у меня его. Вот вор украл у меня кошелёк, он намеренно украл, чтобы завладеть моими деньгами. И вот это уже зло. Почему? Потому что в нём присутствует намерение причинить мне вред. То есть, тогда получается, что мы ещё должны ввести сюда понятие воли. Нет, обязательно воли. То есть, когда я говорю намерение, намерение подразумевает некую волю. И когда древние размышляли о том, откуда берутся ураганы, всякого рода бедствия, болезни и прочее, они указывали на бесов. И это ведь не зря. Потому что бес – это такое существо, которое имеет волю. Ну да. Или, допустим, дьявол, да, или там, сатана, который имеет некую волю. Сам мир воли не имеет. То есть, как будто стол воли не имеет. Стол не имеет воли. Я, например, стукнулся об него, да, мне, конечно, больно. И огромный вред, да, причинён здоровью. Там, условно говоря, допустим, гематома выскочила. Но это не зло. Никакого намерения у стола меня ударить не было. То есть, никакой воли стола не существует. И поэтому это просто, как бы, стечение обстоятельств – это вред. Но ни в коем случае не зло. То есть, для того, чтобы какой-то вред характеризовался злом, или какая-то польза характеризовалась добром, необходимо, чтобы каждый раз присоединилась некая намерение, некая чья-то воля присоединилась. А это может быть воля только живого существа. Да, это воля только живого существа может быть. Зависимо, причём, кот это или человек. Ну, с котом сложно. Потому что у кота нет свободы. Потому что должна быть свободная воля. Потому что, если воля не свободная, вот, допустим, если раб по приказу хозяина совершает тебе вред, то это ведь… Хотя, конечно, то раб является только инструментом, орудием зла. Но не он причиняет тебе зло, а хозяин этого раба. То есть, на самом деле, здесь дело не в том, не в воле, потому что воля может осуществляться через много количества этих звеньев. А на самом деле, в свободном, в этом волеизъявлении. То есть, в осуществлении некоторого рода свободы. Вот мы говорили о том, что этика связана со свободой. И вот как она именно связана здесь с свободой? Она связана тем способом, что именно в намерении, в некой воле осуществляется эта свобода. То есть, эта свобода в реальности осуществляется в виде намерения. Естественно, мир собой представляет такой, какой он есть. И в мире просто разлиты вреды и пользы. Мы понимаем прекрасно, в чём оно состоит. Что для нашего организма польза, что для нашего организма вред, что для нашей собственности польза, что для нашей собственности вред и прочее. Мы как бы интуитивны, всё это прекрасно понимаем. И вот если кто-то, имея свободу свою, пытается осуществить в отношении к вас какие-то действия, чтобы вот этой вашей пользы, или этому вашему возможному вреду, чтобы вред или пользу направить в вашу сторону, либо помочь вам осуществить пользу, либо причине какой-то вред, вот это и называется зло. Или наоборот, добром, в зависимости от того, что хотят причинить. Вот такие определения. И эти определения, как мне кажется, они как раз помогают избавиться от вот этой бесконечной тавтологии. Потому что здесь есть вот этот момент в определении, момент намеренности, момент свободного волеизъявления. Как бы получается так, вот если как бы теперь этот вопрос обсуждать, ну скажем так, на уровне христианства, то да, получается так, что зло всегда остается с тобой. Вот как ты, например, совершаешь какое-нибудь, ну замыслил какое-нибудь злое намерение в отношении к кому-нибудь, пытаешься причинить ему вред. Причинил ты реальный вред, не причинил ты реальный вред, ну допустим, там, не знаю, просто примеров-то много можно присоединить. Кинул ты камень, допустим, да, там, кому-то решил, там, по голове камень сбросился с крыши, намеренно. Да, попал ты на самом деле, там, причинил ты реально вред или не причинил ты вред, это никакого значения не имеет. Зло все равно с тобой осталось. Намерение все равно было. И по факту на самом деле зло все равно совершилось. Тебе. Оно все равно осталось перед тебе. Ты можешь не знать результатов. Даже это несущественно совершенно. Получается и точно так же с добром, на самом деле, да, это в первом приближении. Ты как бы, у тебя есть, будем считать, что мы как бы знаем, что намерение действительно было добрым, да. У тебя есть доброе намерение, удалось его реализовать в полноте пользы. Не удалось, как бы, на самом деле, как бы все равно намерение осталось с добром. И ты все равно оказался в добре, остался в добре. И в первом приближении добро и зло всегда остаются с нами. Оно никогда не переходит в мир. А в мир переходят только вот эти пользы и вред, которые мы манипулируем. Мы на самом деле двигаем некие сущности, которые либо вредят, либо приносят пользу. Но на самом деле в нашем другом мире взаимоотношения людей, они на самом деле оцениваются как добро и зло. Так вот, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что с точки зрения зла совершенно несущественно, в оценке зла несущественная реализация, а всё-таки в оценке добра эта реализация существенная. Существенная прежде всего с точки зрения самого добра. Если добро вдруг оказывается в итоге вредом, то это перестаёт быть добро. То есть, если даже намерение наше совершенно идеально, совершенно понятно, что искренне, и в итоге оно выливается в некий вред, то как бы добро... Возникает вопрос, добро ли это будет? Да, обидно это на самом деле. Просто это, во-первых, обидно, а во-вторых, возникает сомнение на самом деле, так ли уж оно было правильным, это намерение. Что-то в этом намерении не хватало. Хотя тут существует ведь и другая проблема. Ведь мы можем думать, что наше намерение доброе, а на самом деле подспудно-то, бессознательно, наше намерение может быть каким-то таким, знаешь, хитрым. То есть, мы можем думать, что мы из добрых побуждений это осуществляем, а на самом деле, где-то подспудно, вдалеке, бессознательно и какую-то выгоду ожидать. Или, вообще говоря, ожидать что-то... Не ожидать, как бы, а намереваться на самом деле причинить вред. То есть, сама оценка намерения вещь сложная. И поэтому добро всегда должно быть оцениваемо по последствиям. Она сложная не только для самого человека, который хочет добро осуществить, а в том числе и со стороны ведь это трудно оценить. Вот мы видим, что человек вроде пытается нам помочь, а на самом деле только мешает. Тут мы же не можем понять на самом деле, он намеревается нам мешать на самом деле, или он искренне хочет нам помочь. Как каждый раз оценивать. Поэтому добро, если зло оценивается по намерениям, и этого достаточно для оценки зла, то добро всегда оценивается по результатам. То есть, в этом проблема. А если добро оценивается по результатам, то для добра существенно осуществление пользы. То есть, существенно. То есть, и возникает тогда проблема, как быть, как так совершить действие, да, чтобы... Как включить туда мир. Да, как включить в него мир, как осуществить пользу тем способом, чтобы она осталась в пользе. Тут же ведь проблема в чем состоит? Я же не могу абстрактную пользу осуществить. Допустим, для меня, мне кажется, что заниматься спортом – это польза для всех. А вот для другого человека, у него здоровья недостаточно, ему вот эта вот моя установка может оказаться вредом. Я заставлю его бегать, заниматься спортом, прыгать и прочее. И глядишь, он там захереет. То есть, здесь понятие ведь пользы, она ведь должна быть отнесена быть к другому. То есть, я должен знать, что польза не для меня вообще, а для него. То есть, я должен взять вот этого другого в своей конкретности. То есть, если, допустим, речь идет о том, что я хочу совершить в отношении его некую пользу, я должен понимать, что именно польза будет для него, исходя из его конкретных обстоятельств, из его конкретной личности, условий, в которых эта личность присутствует и прочее. Вот это и называется на самом деле, минутку, я просто закончу. Это и называется то, что в христианстве создается любовью. Что значит отнестись к другому человеку с любовью? Это и означает войти во все подробности его личности, во все подробности его обстоятельств и прочее. И помочь именно так, как надо помочь в этих обстоятельствах, в этих условиях и прочее. А не как-то абстрактно, издалека. Как бы, в принципе, можно было бы помочь. То есть, не облагодетельствовать издалека, не вникая в суть вопроса. Потому что именно такое отдаленное действие как раз и чревато в рядов. Потому что ты не входишь в мир, ты не включаешь, ты не понимаешь, что на самом деле и как надо действовать правильно. И ты действуешь как бы так, абстрактно. Абстрактное действие, оно и чревато в рядов. А вот если ты входишь во все подробности, если ты входишь во подробности личности, обстоятельств и прочее, то есть, если ты действительно подходишь к любому процессу совершения добра, то тогда на самом деле у тебя есть огромные шансы действительно принести настоящее добро. То есть, действительно совершить настоящую пользу. То есть получается в некотором смысле, что у нас проблема реализации добра заключается не в том, кто реализует, а в том, для кого она реализует Конечно Проблема добра это не моя проблема, а проблема добра другого А потому что мы говорим о реализации, потому что в реализации важно не твой замысел, не твое намерение, а в реализации важно само действие совершенное Ты намереваешься совершить огромную пользу, а на деле приносишь огромный вред А важно так, на самом деле, свой замысел перенести в реальность, чтобы этот замысел смог осуществиться А для того, чтобы он смог осуществиться, ты должен войти во все обстоятельства, которые присутствуют, личности, которые здесь участвуют, действия, которые можно осуществить Ведь на самом деле, возможно, твое добро, которое ты хочешь осуществить, оно не коренится в том, что надо какие-то деньги дать или что-то, а может в участии, в какой-то конкретной помощи, в конкретных каких-то вещах Поэтому, может быть, этика возможна только между двумя людьми, потому что для реализации этики нужно, чтобы был другой человек, который задает принцип добра Не ты задаешь, а другой человек для тебя задает этику, и ты, соответственно, ему задаешь этику То есть этика от противного получается у нас Этика не сама по себе, не моя этика, а этика другого Этика, скажем, по направлению к другому Ну, по направлению к другому, да, можно так сказать То есть этика возникает не из меня, а этика ко мне приходит Это формальная этика к тебе приходит От другого А, вот мы тут ещё, по этой различии, мы как бы отклонились немножко и различия формальной и неформальной этики не прояснили Видишь, вот есть формальная этика, которую ты правильно выражаешь Кроме этого, это моя Вне зависимости от другого Нет, почему вне зависимости? Как раз она приходит от другого, потому что вы друг друга ограничиваете Вот у тебя есть некий произвол. Ты живёшь на острове, у тебя совершенно всё, что хочешь, воротишь. Там нет этики. Этики нет. Но у тебя там и полный произвол. А теперь на этот остров выселился второй человек. Теперь ты не можешь просто произволе себя вести. Ты должен считаться с ним. Вы друг друга ограничиваете. Ограничиваете свободу друг друга. Когда ты был один, была формальная этика. Ты сам встановил правила и сам их реализовывал формально. Этики вообще не было, когда ты был один. Можно и так сказать. А когда появился другой, возникла формальная этика, взаимоограничение. Потому что вы равные, ну, допустим, вы равные, потому что есть ситуации, когда вы неравные, но когда вы неравные, это не этика, это просто господство или это рабство, оно не называется этикой, оно называется там, этика всегда возникает только между равными. Вот первый уровень этики, который возникает между равными, это этика формальная. Когда вы друг друга ограничили, как бы дали друг другу свободу, но поступили своим произволом, то есть часть произвола ты как бы ограничил, ты теперь не все, что можешь воротить, а что-то ты не можешь, потому что есть некая сфера свободы этого второго, в которую ты не можешь залезть, ты не можешь как бы покуситься на эту свободу, ее ограничить, потому что ты рассчитываешь, что и он точно так же не покусится на твою свободу, симметрично. Мы как бы договорились, что давай вот так вот. Мы ограничим наши свободы, и не будем покушаться друг на друга. И будем как бы внутри этих сфер действовать точно так же произвольно. Внутри вот этой произвольной сферы ограниченной, по договорённому, с сферой другой свободы. Ты можешь поступать как делать что угодно, твой произвол теперь остался только внутри вот этой сферы. Это называется формальная свобода, а вот я ощущаю формальная этика. Так вот, а вот есть ещё и неформальная этика. Вот неформальная этика, она состоит в том, что в формальной этике возникает движение справедливости. То есть ты справедливо ограничиваешь себя, чтобы дать возможность свободы себе, на самом деле. В чем тут как бы состоит? Ты, ограничивая себя, даешь возможность свободы себе. Почему? Потому что и он другой ограничивает себя, чтобы дать возможность свободы себе. То есть, каждый из нас даёт возможность другому, чтобы дать возможность свободы себе. Симметричные действия, то есть, действия, исходящие из равновесия. Потому что, если бы каждый из нас покушался на свободу друг друга, возникали бы такие сопротивления. Он такой, если наступает на твою свободу, хочет тебя поработить, а ты этому сопротивляешься, и где-то посередине вы останавливаетесь и договариваетесь, что вы равны, что на свободу друг друга не покушаетесь. Никто из вас не раб, никто не господин, а просто вы равны симметричным отношениям, зависит от своего поведения. Это формальная этика, она этика равновесия. А вот неформальная этика, когда ты внутри своего сферы вдруг решил, что на самом деле будешь делать добро. И тогда ты сам свою свободу ограничиваешь, уже внутри этой формальной этики, для того, чтобы другому дать большую свободу. Иначе говорят, ты как бы сам себя сознательно причиняешь себе вред, ну, вред из общих соображений, ради другого. То есть у тебя есть твоя внутренняя свобода, и ты имеешь право это сделать. Ты не имеешь права покуситься на чужую свободу, она не твоя, ты не разборяжаешься, но ты имеешь право со своей свободой что угодно делать. И когда ты идешь, помогаешь бедному, нищему, ты тратишь свое время, ты ограничиваешь свою свободу, но ради того, чтобы на самом деле принести ее в жертву вот этим людям, чтобы ее как бы подарить. Свобода же может выражаться, у нас же все выражается в свободе. Что такое свобода? Это наши некоторого рода возможности, наше некоторое время, которое мы можем потратить на одно, на второе, на третье, на четвертое. Но, если мы идем, например, и помогаем бедным, помогаем нуждающимся и прочее, мы как бы определенным образом тратим свою свободу и тем самым ограничиваем свою свободу, потому что мы не может тогда сделать другое. Мы не можем наслаждаться, лежать на диване, телевизор смотреть. Любое действие Battle ограничивается. Любое конкретное действие сразу отметает все остальные возможности. Все остальные возможности становятся невозможными. И тем самым ты получаешь, что ты свою свободу кладешь, ты сам себя ограничиваешь, кладешь для того, чтобы дать что-то другому. Почему свободу дать? Потому что если даже ты деньги даешь, то все выражается в терминах свободы. Если ты помогаешь время, то ты ему время уделяешь и на самом деле увеличиваешь его время. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле усиливаешь его время. То есть ты свое время ему отдаешь. Мы везде всегда обмениваемся временем. И даже когда мы обмениваемся товарами, мы все равно обмениваемся временем. Потому что товар не что иное, как на самом деле воплощенный труд, некое воплощенное время. Единственное, что нам принадлежит, это наше время. И все, чем мы можем обменяться, это меняться только временем. И так же и в этике, и в экономике, и в этике в частности. Мы можем ограничить свою свободу и свое время подарить другому, помочь ему. Усилить его время, передать свое время в его пользование. Он этим может воспользоваться для своих целей. То есть время как эквивалент работы? Почему она неформальная? Потому что ты нарушаешь равновесие. Когда две свободы соизмерялись, они вошли в некое равновесие. И там возникало колебание. Даже если кто-то на друг друга наступает, то в итоге все равновешивается в некотором состоянии договоренности. И никто уже не покушается на свободу другого. То есть здесь речь идет о том, что ты сам нарушаешь равновесие, сам время отдаешь другому. Ты сам свою свободу ограничиваешь какими-то возможностями. По помощи другому. И тем самым как бы нарушаешь это равновесие. Вот эта этика добра, потому что она и неформальная. Потому что на самом деле в некотором отношении это жертва. То есть ты жертвуешь собой. То есть ты жертвуешь своей свободой ради чего-то. На самом деле мы всегда это осуществляем, эту жертву. Только иногда она звучит просто как жертва, а иногда нет. То есть мы же находимся в некотором не алиби в бытии. Мы не можем на самом деле свое время накапливать. Мы постоянно его тратим. Вот мы сейчас сидим здесь, обсуждаем. И тем самым мы не делаем много чего другого. Мы не сидим, не смотрим телевизор. Мы не катаемся на машине. Там, допустим, не пошли куда-то там в театр и прочее. То есть все остальные возможности отрезаны. В момент, когда мы занимаемся чем-то одним, мы отрезаем все другие возможности. То есть мы постоянно вынуждены тратить время. То есть так устроено время, что мы на самом деле не можем его про запас использовать. Но мы можем на самом деле временем делиться. То есть поскольку оно постоянно и неизбудно тратится, мы можем взять эту трату и в каком-то определенном направлении направить. В этом и состоит, собственно, свобода упасть. Взять свое время и направить в определенном направлении, в определенном русло. И когда мы речь идем об этике, то в этике то же самое.